По словам специалистов, это по-настоящему непростая операция. Она проходит не один час. В ней принимают участие 9 медработников. Но, несмотря на это, реабилитация уже после проходит очень быстро. И через две недели человек может даже выйти на работу. 10 лет назад Елена перенесла тяжелые операции по удалению груди. С тех пор обращалась к разным пластическим хирургам. Но они отказывали, так как показания не позволяли ставить имплантаты. Но в краевой больнице решились провести особую операцию – двухстороннюю реконструкцию груди. Она прошла в начале ноября. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Говорит, хирурги вернули ей полноценную жизнь. Я скажу так, даже если бы были не такие великолепные результаты, какие они есть, все равно состояние, ну, скажем так, восторга. То есть, ну, с чем можно сравнить? Ну, вот как фейерверк в Новый год. Качество жизни, наверное, я надеюсь, изменится вообще на 100%, потому что я веду активный образ жизни. И ограничения у меня были, в общем-то, очень большие в связи с этим. Хотя я себе позволяла и бассейн, и спортзал, но всегда был дискомфорт. Я надеюсь, что теперь у меня этого дискомфорта просто не будет. Подобную операцию сразу на две груди в Красноярске провели впервые. До этого делали только реконструкцию одной молочной железы. Специалисты говорят, такое хирургическое вмешательство требует от врача буквально ювелирных навыков. Берутся свои ткани с живота, и из них формируется грудь. Сложность в том, чтобы выделить сосуды, которые подходят к тканям на животе, и соединить их с сосудами, которые на груди. За счет этого лоскуты кровоснабжаются. Другая сложность придать этим лоскутам форму, которая похожа на естественную грудь. Третья в данном ситуации была именно двусторонний характер, потому что количество работы увеличивается примерно больше, чем в полтора раза общая работа. Соответственно, увеличивается длительность операции. Врачи рассказывают, когда пациентки видят результат, то в прямом смысле слова начинают танцевать. Также многие женщины полностью меняют свою жизнь, устраиваются на другую работу и даже переезжают в новое место. Екатерина Погорела, Денис Тимошенко. Новости.